Приветствую сегодня всех, кто зашел именно на наш канал, чтобы посмотреть очередной обзор мобильной новинки. С вами Юля и канал New Technology, о чем сегодня будем говорить о новом смартфоне от компании HMD Global, которая представила свой новый фотофлагман с интригующей особенностью этой системы из пяти камер на тыльной стороне. Сам производитель позиционирует свою новинку как набор смелых и особых технологических решений, которая по праву займет почетное место на вершине модельного ряда бренда Nokia. А вот скептики утверждают, что такой дизайн выглядит нелепо, а рассыпь камер – это неудачная шутка маркетологов. Так все ж таки, уважаемые друзья, Nokia 9 Purview – это революция и новое слово в фото и видео возможностях мобильных девайсов или поклонников бренда Nokia ждет разочарование. Сегодня будем выяснять. Итак, как всегда, начнем с дизайна аппарата, в котором производитель постарался придать своей новинке внешний вид флагмана. При изготовлении корпуса используется алюминий 6000 серии, который был доведен, как заявляет компания, до совершенства при помощи большого количества этапов выточки, анодирования и полировки. Помимо этого, спереди и сзади аппарат имеет защиту с закаленным стеклом Gorilla Glass пятого поколения с 2,5D эффектом. Также стоит отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP67, который выражается в наличии пластикового покрытия, прикрывающего основные внутренние компоненты и хорошо закрепленного 13-ю винтами, и внушительного слоя клея, который предотвращает попадание жидкости в корпус аппарата. Вообще, уважаемые друзья, смартфоны Nokia всегда считались достаточно качественным продуктом, поэтому есть уверенность в том, что и в этой новинке компания не подведет своих почитателей. Также отмечу, что сам корпус обтекаемый, гладкие и углы его слегка закруглены. Справа, привычно, находится качелька регулировки громкости и кнопка питания. Внизу расположили порт USB Type-C, первый микрофон и мультимедийный динамик со смарт-усилителем. Сверху слот подвесим карты без возможности замены на карту памяти microSD и второй микрофон. На тыльной стороне мы видим карусель из пяти основных камер с оптикой CES, светодиодной вспышки и пустого глазка. Все семь объектов абсолютно не выпирают из корпуса, что смотрится очень даже неплохо. Над всей этой необычной архитектурой находится третий микрофон. Пластиковые вставки под антенны спрятаны на торцах. Nokia 9 наделена 5,99-дюймовым Piolet дисплеем с разрешением 2K 2560 на 1440 точек и соотношением сторон 18,9. Плотность пикселей составит 490 на дюйм. Технология PUR Display позволяет очень точно передавать цвета и улучшает видимость при солнечном свете. Поддержка HDR10 поможет добиться большей контрастности, четкости и насыщенности цветов. По словам H&D Global, благодаря этим характеристикам обеспечивается возможность комфортно пользоваться устройством даже в самый солнечный день. Верхнюю часть экрана сделали в старых добрых традициях, то есть без каких-либо вырезов, капель и боковых отверстий под камеру. Сюда поместили модуль фронтальной камеры, датчики приближения и освещенности, разговорный динамик и логотип компании. В нижней части лицевой панели можно найти только на экранной кнопке управления. Но и если вы, уважаемые друзья, спросите, а где же находится сканер отпечатков пальцев, то его, следуя последним модным традициям, встроили в сам экран. Главный упор разработчик сделал на основные камеры, где используется оптика CES и где все пять модулей имеют разрешение 12 Мп и апертуру f1.8. При этом два из них цветные и три монохромные. Производитель заявляет, что одновременная съемка всех пяти камер позволяет не только захватывать в 10 раз больше света, чем один цветной сенсор, но и поможет полностью контролировать фокус при редактировании фото уже после съемки. При помощи режима глубины можно определять до 1200 слоев, которые используются для создания детальной карты глубины изображения, что должно обеспечить еще более качественное размытие с усилением эффекта по мере удаления от объекта или предмета, который имеет приоритет. При этом фокус снимка позднее можно изменить в Google Photos. Также суммарное разрешение всех пяти камер достигает 60 Мп. Еще одна особенность камеры Nokia 9 – снимки можно сохранять в форматах RAW, DNG, в которых сохраняются данные, теряющиеся в формате ЧПЭК, а затем редактировать в Adobe Photoshop Latch Room прямо на смартфоне. Можно выделить алгоритмы Latch, которые одновременно обрабатывают пять снимков с каждой из камер на четырех процессорах, что позволяет ускорить втрое алгоритм шумоподавления. Правда, обработка фото может длиться до 10 секунд. Также осуществляется в процессе съемки ручная регулировка баланса белого, ISO, скорости затвора и выдержки до 10 секунд при помощи интерфейса Pro Camera. Есть режим HDR, динамический диапазон которого составляет 12,4 ступени экспозиции. Аппаратный монохромный режим позволяет сразу делать черно-белые снимки, а не конвертировать их после съемки. Благодаря этому методу получаются удивительно детализированные четкие черно-белые фото. Есть запись видео 4K HDR, включая пространственный звук, который создается благодаря трем микрофонам, обеспечивающим дополнительный эффект присутствия. Камера также получила систему оптической стабилизации изображения, алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания сцен и объектов и лазерный автофокус. Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный сенсор и технологию объединения соседних пикселей в один, при которой можно получать достаточно качественные снимки при недостаточном освещении. Правда, разрешение при этом уменьшается до 5-мегапикселей. Также имеется портретный режим с несколькими видами подсветки. Nokia 9, уважаемые друзья, поставляется с Android 9 Pie, упакованным всеми самыми распространенными приложениями Google. Основным приложением для работы с галереей фотографий и видео является Google Photos, что позволяет использовать безлимитное хранилище для снимков пользователя. Ну и Google Ассистент поможет вам в планировании вашего дня для управления любимыми приложениями, где бы вы ни находились. Так как Nokia 9 относится к числу смартфонов, входящих в программу Android One, то быстрые и регулярные обновления гарантированы. По поводу звука, уважаемые друзья, первое – это то, что нет аудиоразъема. Но заявлена поддержка протокола IPTX HD для передачи Hi-Res Audio по Bluetooth. Также при съемке видео записывается объемный звук, технология OZO Audio. И бонус для ретрофилов – в Nokia 9 есть FM Radio. Чтобы новинка HMD Global могла дать максимальную производительность, ее построили на прошлогодней однокристальной платформе от Qualcomm Snapdragon 845 с максимальной тактовой частотой ядер до 2,8 ГГц. Но так как производительности этой топовой платформы более чем достаточно уже второй год, то этот факт не должен кого-либо смутить. Графический ускоритель здесь будет Adreno 630. Также отмечу систему охлаждения, представленную несъемной испарительной камерой, которая достаточно плотно прилегает к наиболее горячим компонентам системной платы. Оперативной памяти будет 6 ГБ LPDDR4X, а вот основной – 128 ГБ стандарта UFS 2.1. За автономность в смартфоне отвечает аккумулятор на 3320 мАч. HMD обещает, что Nokia 9 будет работать 2 дня без подзарядки при 5 часах активного использования в день, игры, потоковое видео, фото и звонки. Есть поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 3 через разъем USB Type-C и беспроводная зарядка по стандарту QI. Остальное относительно стандартно. Сети 2G, 3G, 4G LTE, LTE CAT16. Поддержка технологии 4х4 MIMO. Беспроводные интерфейсы, представленные Wi-Fi 802.11 с окончанием AC и Bluetooth 5 версии. Обязательный для современного флагмана модуль NFC имеется, поэтому можно оплачивать покупки смартфоном. Навигация представлена модулями GPS, E-GPS, GLONASS, Beidou. Габариты аппарата составляют 155 на 75 и на 8 мм при массе 172 грамма. Смартфон поступит в продажу уже в марте за 699 долларов в модификации с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Ну что, уважаемые друзья, что можно сказать по итогу всего вышеперечисленного? Конечно же, это необычный дизайн тыльной панели. Пять основных камер, которые в совокупности обещают высокое качество съемки фотографии. Большой 5,99-дюймовый Piolet дисплей с 2К разрешением. Ось Android 9 Pie, которая входит в программу Android One. Чип Snapdragon 845 с частотой ядер до 2,8 ГГц. Хорошая защита корпуса, наличие модуля NFC и цена, которая по сравнению с ценником того же Sony Xperia 1 выглядит не такой уж и высокой. Все доступные ссылки на продажу мы ставим в описании под видео и на нашем сайте newtech37.info, конечно, если они уже есть. Ну, а я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами, уважаемые друзья, а говорю до следующего обзора на канале New Technology. Не уходите от нас, ставьте лайки, комментируйте и те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!